Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Как вы считаете, что вложил губернатор в понятие режим доверия? Это тренд Валерия Васильевича, выработанный им за те несколько лет, которые находятся у руля области в качестве губернатора. А я напомню, до этого был достаточно большой срок, когда Валерий Васильевич возглавлял законодательное собрание региона. И, видимо, вот эта вот практика и законодательная, и исполнительной власти научила Валерия Васильевича главному, что надо доверять партнерам. Партнером власти, прежде всего, он представляет высшую региональную власть на территории области. А кто партнеры власти? Это бизнес, это гражданское общество, это серьезные товаропроизводители с государственным участием. То есть все мы, жители Саратовской области, и вот если между нами и им установлено доверие, между народом и властью существует, это доверие поддерживается, то многие вопросы, которые действительно непростые, мы знаем, в нашем регионе, они решаются полегче. Сергей Юрьевич, губернатор в своем докладе уделил особое внимание развитию бизнеса в регионе. Он говорил о нем, пожалуй, даже больше, чем о других сферах социально-экономической жизни области. О каких сферах бизнеса говорил наш глава региона, и что конкретно было предложено изменить? Ну вот давайте как бы здесь разберемся. Бизнес у нас такой триединый в Саратовской области. Это крупный бизнес, крупные товаропроизводители, крупные торговые сети. Это средний бизнес и это малый бизнес. Вот проблемы малого бизнеса, они все-таки отдельно, на мой взгляд, стоят. Это проблемы крупного и среднего бизнеса, они несколько другие. Со мной, конечно, могут поспорить, но проблемы малого бизнеса, это в большей степени вопросы материального стимулирования для его открытия, для его функционирования. Это вопросы, как создание определенной правовой среды, достаточно либеральной правовой среды, которая способствовала бы росткам, возрастанию вот этого малого бизнеса. Проблемы среднего и крупного бизнеса, это другие проблемы. Это проблемы контрольных проверок, это проблемы регулирования, уже серьезного регулирования законодательства, это тарифная политика. Все это в руках власти. И вот, исходя из своего тренда доверия между бизнесом и властью, Валерий Васильевич выстраивает и свое взаимодействие с малым, средним и крупным бизнесом Саратовской области. Как это получается? Я думаю, получается. Не без шероховатостей. Но здесь не надо забывать о том, что Валерий Васильевич представляет региональную власть, и как бы там один пакет функций и обязанностей. Но у нас еще есть и муниципальные власти, которые, вы знаете, по известному законодательству, имеют некую независимость от региональной власти. И вот здесь вот не всегда может находиться, ну как бы сопряжение интересов. Муниципальные власти и власти региональные. Власть региональная находит пути решения и способствует, чтобы муниципальная власть вела себя правильно по отношению к малому и среднему бизнесу. Поэтому все так же идет не без проблем. Мы их знаем в городе Саратове, эти проблемы. Знаем их в городе Энгельсе. Но в целом правительство области и сам губернатор выстраивает атмосферу доверия, выстраивает правильный, вот задает нужный камертон во взаимодействии, особенно вот с крупными нашими такими топовыми товаропроизводителями, на предприятиях которых занято большинство работающих в Саратове, Саратской области наших сограждан. Также в своем отчете Валерий Радаев указал на экономический дисбаланс. Среди слабых мест указано на отсутствие в производстве конечного продукта. А ведь по словам главы региона, сегодня на первый план выдвинуты такие задачи, как импортозамещение и продовольственная самообеспеченность. Как вы считаете, такой подход является правильным? Абсолютно правильный подход. И он, кстати, вот в своем докладе в первой части очень хорошо показал о том, что раньше Саратская область на 80%, ну примерно на 80%, я может быть чуть ошибаюсь, меня более мои старшие сограждане поправят, это были предприятия военно-промышленного комплекса, крупнейшие. Ну вот я их очень хорошо знаю, почему у меня родители проработали на трижды орденоносном производственном объединении «Корпус», которое выпускало очень серьезную военную продукцию. Это предприятие существует и сейчас, и огромное спасибо его менеджменту, то, что они достаточно успешно работают. И вот таких предприятий было очень много, они выпускали в том числе и конечный продукт. Потом пришло другое время, был развал, затем, как всегда у нас бывает, мы спохватились, стали воссоздавать из ничего, но из ничего у нас уже очень сложно что-то восстановить, потому что, ну честно говоря, упущено время. И вот то, что по инициативе губернатора последние несколько лет в регионе восстанавливаются или заходят заново предприятия, в том числе и с участием инвесторов очень серьезных в городе Саратове, в городе Энгельсе, в городе Балакова, я имею в виду это промышленные предприятия, а также очень серьезные агрохолдинги возникают или заходят к нам на территорию, которые выдают уже конечную продукцию, вот это очень серьезно. И здесь, я думаю, мы успешно войдем в федеральный тренд по импортозамещению. Экономический университет также вносит свой вклад в развитие региона. Совсем недавно вы встречали у себя делегацию из Германии, где также обсуждалось экономическое партнерство. Расскажите о данной встрече поподробнее. Мы давно, вы знаете, я еще когда работал в Павловской академии государственной службы имени Петра Аркадьевича Столыпина, у меня лично и у наших преподавателей завязались очень тесные отношения с федеральной землей Баден-Вюртемберг. Это крупнейший такой, знаете, локомотив. В Германии несколько федеральных земель, которые являются локомотивами. Баден-Вюртемберг – это и промышленный, и финансовый локомотив. Там сосредоточено очень серьезные высшие учебные заведения, в том числе и готовившие менеджеров и финансистов. В городе Штутгарте работают, уже не учатся, работают очень многие мои выпускники, как выпускники ПАКСа, так теперь и будут работать выпускники эконома, которые прошли стажировки и закрепились там на очень серьезных позициях. Я очень этим доволен, поэтому наше образование, как эконома, так, в общем-то, и бывшее ранхикское, оно считается сильным. И это было правильное, кстати, решение ухода под серьезные московские структуры. Так вот, к нам приехал руководитель ремесленной палаты города Штутгарта и муниципии Штутгарской, и один из руководителей нашего вуза-партнера вот в этой федеральной земле. Мы как раз говорили с ними о совместных программах. Программы, связанные по подготовке наших специалистов по борьбе с коррупционными проявлениями в сфере государственного управления, в сфере регулирования экономикой, не чисто там каких-то управленческих функций, и в сфере как раз предпринимательства. И такая программа у нас будет сейчас раскручиваться, и наши преподаватели, наши студенты будут в ней принимать участие. Сергей Юрьевич, вернемся к основной теме нашей программы. Одной из ключевых в отчете стала и тема повышения эффективности бюджетных расходов и наполнения налоговой части бюджета. А за счет чего можно этого добиться? Ну, вы знаете, за счет оптимизации расходов каждого, допустим, предприятия и, прежде всего, муниципальных организаций. Оптимизация налоговой базы, создание все большего и большего числа предприятий, малого и среднего бизнеса, которые решают, кстати, две задачи, даже три. Это создание рабочих мест, это создание налогооблагаемой базы, и это улучшение и социального климата, и инвестиционной привлекательности в нашем регионе. Вот здесь власть очень, как бы, я считаю, должна точечно выращивать, знаете ли, так, как вот хороший садовник, поливать и удобрять, и создавать в целом почву для роста вот таких предприятий, ну и правильно регулировать полностью подконтрольную власти социальную сферу, в которой, наверное, тоже должны происходить определенные оптимизации. Эксперты увидели в отчете губернатора и тот момент, что глава региона не замалчивает о проблемах, а выносит их на публичное обсуждение. Это тоже элементы доверительной формы общения? Ну, вы знаете, вот я бы сказал, что нам все больше и больше у губернатора формируется свой, вот такой чисто ему присущий такой радаевский стиль и общения, и руководства, да? Он доверительный, он очень взвешенный, он рассчитан на понимание, на понимающую аудиторию, он не импульсивный, он не вот такой, ну, как мы видели у некоторых предшественников, Валерий Васильевич такой, знаете ли, кавалерийский, да, или хручевский стиль. Нет, Валерий Васильевич человек очень взвешенный, я бы сказал, по-своему тонкий, в общении с и большой публикой, кстати, разными слоями публики, и то, что в докладе были подчеркнуты те кризисные моменты, которые присущи и в целом Российской Федерации, и точечные наши ошибки, недоработки, какие-то упущения в Саратовском регионе, это делает плюс Валерию Васильевичу. Он не скрывает, он не замалчивает наши ошибки. И они были, и некоторые из них достаточно непростые, но давайте вспомним, какой огромный долг оставлен Валерию Васильевичу и его предшественниками, прежде всего, Павлом Ипатовым. Это гири на всем серьезном, энергичном теле Саратовского региона. Да, губернатор, его министр финансов, молодой, кстати, наш выпускник, его министр экономики, остальные члены правительства делают все, чтобы разрешить, расшить эту проблему. И многое сделано. Но, к сожалению, наследие прошлого настолько вот оно до сих пор держит экономику и бюджет Саратовской области, что какого-то серьезного прорыва вот ждать в ближайшее время нам не стоит. Надо, как говорят немцы, швид фюр швид, шаг за шагом идти постепенно расшивать эти проблемы. Губернатор об этом говорит. И называет, кстати, вот те точки роста, те инновации, которые можно бы было применить для того, чтобы регион задышал по свободнику. А как вы считаете, каким сферам правительству нужно уделить пристальное внимание? Ну, прежде всего, Саратов – это сельскохозяйственный регион, да, Саратовская область. И правительство и так достаточно делает для сельхозтоваропроизводителей. Но, наверное, надо делать больше. И уделить сельскохозяйственной сфере поболее внимания. Я уверен, что зампредправительства министра сельского хозяйства Александр Соловьев – человек достаточно компетентный в этой сфере. И его команда сделает все вместе с губернатором, чтобы эти проблемы решать. Вторая проблема – это оптимизация нашей социальной сферы. Это решение материальных вопросов, которые возникали в последнее время в здравоохранении. Вы знаете, у нас было, и в прессе сообщало об этом. И губернатор вместе с областной думой здесь держит руку на пульсе. И я знаю, готовится ряд, так сказать, таких вот хороших мероприятий в этой сфере. И реформа здравоохранения на региональном уровне – она в приоритете у губернатора. И тут надо отдать должное очень грамотному нашему министру здравоохранения, господину Данилову. Я считаю, это очень большое приобретение для Саратской области. И второе – это в сфере образования. Вот тут мне очень близко все. Конечно, и наши школы нуждаются в определенной оптимизации, я имею в виду и поддержки, и материальной, и моральной поддержки со стороны правительства. Ну и вузы. Что греха таить? Вот еще раз, пользуясь вашей такой трибуной, знаю, насколько смотрят наши саратовцы телевидение, на котором мы сегодня выступаем, РЕН-ТВ. И, конечно, вузы должны здесь стать подспорьем губернатору. Нужны новые программы для бакалавриата, для магистратуры, современные, чтобы наши ребята не уезжали в столицы, в столичные вузы, а оставались здесь. Нужно как-то очень грамотно помогать правительству области и нашему бизнесу, и крупному, и малому, и среднему своими консультациями. И, в принципе, эконом, кстати, располагает такой базой. Мы широко распахиваем двери консультаций перед нашим бизнесом и просим саратовский бизнес чаще обращаться к нашим преподавателям. Мы готовы за оптимальное вознаграждение, ну, извините, бесплатно никто не работает, но за оптимальное вознаграждение вести какие-то, так сказать, решать какие-то проблемы, которые перед нами поставит малый и средний бизнес. Ну, и еще я хочу сказать, что каждый вуз, конечно, должен больше быть специализированным в себе. Вот мы наплодили за последние 20 лет дублирующих специальностей как в высшем образовании, так и в послевузовском, я имею в виду, в аспирантуре, в других моментах. Надо каждому вузу уходить в себя, подчеркивать свою специализацию. Это касается практически всех вузов, ну, может быть, за исключением Академии права и Медицинского университета, которые всегда были вот такими флагманами моно-подготовки. С одной стороны, медицина, с другой стороны, юриспруденция. И у них это хорошо получается. А вот нам всем остальным надо подумать и выстроить правильную политику ценообразования. Вы понимаете, когда идет демпинг, когда в ущерб коллегам некоторые крупные саратовские вузы снижают стоимость, необоснованно снижают стоимость подготовки на своих факультетах по родственным специальностям, у меня возникает вопрос. А как в экономе, в которой всю жизнь готовят экономистов, значит, стоимость там, допустим, от 70 тысяч и выше, и у нас сосредоточены все, как бы, серьезные экономисты, которые могут готовить, а, ну, я не буду называть вузы, ведется подготовка, там, 40 тысяч, 30 тысяч. Но это просто профанация, это обман населения раз, и второе, это дело достаточно антизаконное, потому что и Рособранадзор, и Министерство образования должно очень серьезно реагировать на такие вот случаи. Сергей Юрьевич, ну и последний вопрос нашей программы, посвященный отчету главы региона. Какие задачи поставил губернатор на год текущий? Ну, эта задача еще раз подтверждена, что Саратская область должна прочно занять место вот в том, о чем говорил губернатор, мы, область развития. И вот Саратская область должна подтвердить, что она является таким регионом развития. Второе, мы имеем сейчас очень хорошие позиции среди регионов и Приволжского федерального округа, и Российской Федерации в целом. Мы не наверху списка, но мы и не внизу, мы в середине. Мы такие успешные середняки. И вот задача губернатора не просто остаться таким успешным середняком, но попробовать обойти на экономическом и социальном повороте наших коллег слева и справа, и сделать какой-то такой серьезный рывок. Ну, а самое главное, вот эта вот Радаевская стабильность, вот она стабильность у нас связана с именем Валерия Васильевича, она и дальше должна быть присуща Саратовской области. Нам не нужны потрясения. Нам надо шаг за шагом вынимать Саратовскую область, вытягивать себя за волосы, как у барона Мюнхгаузена, из того болота, в который нас, к сожалению, завели прошлые руководители. Сергей Юрьевич, спасибо вам за ваши ответы. Всего вам доброго. Спасибо вам. А я напоминаю, в гостях у нас был директор Саратовского социально-экономического института Сергей Юрьевич Наумов. Всего вам доброго. Саратовского социально-экономического института 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 Саратовского социально-экономического института